Всем привет! С вами Брэдлов из сообщества кланов Рагу. И перед нами бой на карте Лайфокс между кланами ЦВЕ и кланом Реднорс. ЦВЕ взяли две арты 261, три ПТшки, три семерки, один 57-й, а остальные средние танки. Смотрим на первичный разъезд. Большинство машин, за исключением одной СТшки, которая идет на просвет моста, идут на холмы. Одна СТшка на просвет малого города, вторая СТшка на просвет возможного Раша и попытка за фетоарты. Артиллерия светится даже до переезда, что колоссальная ошибка Редов. И Батчат наказывает 261 за его ошибку, а 9-2 должна быть наказана другой артой. Да, происходит наказание, счет 2-0, арта Редов просто отдалась, счет 3-1, и сейчас огромную ошибку допускает Батчат клана ЦВЕ. Стоял бы он здесь, счет был бы 3-1, но вылезает на открытое место и умирает. Счет 3-2. Незначительное преимущество сейчас у ЦВЕ, скорее всего преимущество в одну арту, может быть в две арты за какой-нибудь танк. И поэтому им спешить некуда, и они будут играть аккуратно от подсвета. Бабулеку пытаются что-то высветить. Ничего не происходит. Разрушают дома, за которыми могут в принципе быть светлячки. И начинают плавно перетягиваться в город. Как раз таки те самые семерки, которые обычно не используют на этой карте, ввиду несклонений их орудия. Бабулеку очень опасно вылазит под вот это вот место, откуда могут кинуть как артой, так и ПТшкой. И встречается. Раш ЦВЕ с несколькими СТшками предов, которые, как ни странно, не были засвечены. СТшки пытаются уйти, их никто не прикрывает, они просто умирают, счет 5-2. Батчат, видя, что его могут простреливать, как с большого города, так и с малого, так и с холмов, решает уехать и тоже умереть, и счет становится 6-2. То есть на ровном месте после счета 3-2, Реды теряют 3 машины, и счет становится совсем не в их пользу. Семерки сделали дело и отступают аккуратненько в город, дабы перегруппироваться и начать давить с другого направления. Шот и Бабулека снова выходят на позицию светлячка. Началья светил отсюда, теперь подходит ближе. И опять пытаются подсветить, почему его не заменят более фуловые средние танки, непонятно. Но, наверное, это или командир, или он просто лучше знает эту карту. Сейчас можно ПТшек аккуратно перетянуть на другую сторону, взять машины, вклеящие, что угодно. Но вот эти машины не делают сейчас ничего. Счет 7-2. Только сейчас, когда остается 5 минут до конца, часть ПТшек начинает перетягиваться. Но они весьма сильно рискуют. Вдруг пройдет какие-нибудь 3 СТшки, сделают минус и попытаются взять базу. Так рисковать при счете 8-2 абсолютно нецелесообразно, потому что можно отдать победу. Но Реды продолжают дефицит на базе. Счет 8-3. Все оставшиеся машины засвечены. Их просто продавливают. Подтягиваются ПТшки. Семерки свою работу полностью сделали. Приняли из себя кучи дамага. Позволили отстреляться своим барабаном. Счет 11-5. И сейчас просто будут добивать последние машины. Основная ошибка Редов в этом бою, кроме того, что они не проконтролировали здесь средние танки, это потеря трех светляков после счета 3-2. Если бы они сыграли хоть как-то поактивной с другой стороны, попытались бы хоть как-то подсвечивать, играя в три арты, все могло бы быть иначе. Но они решили сыграть в деф на своей базе, потеряли СТшки и проиграли. В этом бою со счетом 15-9 клана СВЕ. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!